Респект, я хочу выразить врачам Бударменской ЦРБ, это просто нереальный респект, потому что забастовка в Чечне, это не забастовка где-то там в средней полосе России. Фокс Малдор, я сам врач, работаю в первой ГКБ и поверьте, у нас ситуация одна из лучших по стране. Все, у нас пошли правильные сообщения от нужных людей. Гударменская Центральная районная больница, ЦРБ, они устроили забастовку. Забастовка связана с тем, что Гударменскую ЦРБ перепрофилировали под лечение ковид заболевших коронавирусом. Ну как перепрофилировали? Просто сказали, что теперь вы будете лечить больных, зараженных коронавирусом. Перепрофилировали это не значит, что там что-то там сделали, какую-то провели работу, отделили какие-то отделения, выделили их специально для больных коронавирусом, где с ними не будут контактировать другие там больные или врачи. Это не значит, что врачам выделили какие-то специальные средства защиты, что их перевели на какой-то особый режим, что им добавили к зарплате какие-то деньги. Нет, это значит просто Главврач взял и сказал, отныне мы лечим больных коронавирусом. Все, вот это и есть, все перепрофилировать. И врачей это возмутило. Врачам сказали, вы сами покупайте себе средства защиты, если вы недовольны марлевыми повязками, халатами, чумовые костюмы и так далее. Все, что вы там в кинофильмах видели, сами себе покупайте. Врачей это возмутило и респект, я хочу выразить врачам Гудромянской ЦРБ, они не побоялись и они вышли на забастовку. Это просто нереальный респект, потому что забастовка в Чечне это не забастовка где-то там в средней полосе России. Если в средней полосе России врач рискует потерять работу в результате своей забастовки, то в Чечне врач рискует потерять жизнь в результате этой забастовки. Вот давайте коротко покажу вам это видео. Вот это они сами врачи снимали, они находятся перед входом, парадным входом в этот ЦРБ. Я звук специально убрал, но чуть-чуть давайте послушаем. Ролик просто очень длинный, 4 с лишним минуты, мы не будем его полностью смотреть. В общем коротко суть здесь такая, врачи требуют, они говорят обеспечьте нас средствами защиты, обеспечьте нас трехразовым питанием. Кстати, трехразовое питание тоже им не обеспечивает. И зарплаты, говорит, мы у вас не просим. Какие просто люди с пониманием к этому относятся, врачи, они говорят, мы понимаем, что людей надо лечить, мы не говорим о дополнительных деньгах, ни о чем не говорим. Но средства защиты, трехразовое питание, отдельное отделение для лечения больных, это обеспечит. И этот главврач спорит, кричит. В общем, результатом всего этого, по пока еще не подтвержденным данным, но по предварительным данным, результатом всего этого явилось то, что действующего главврача в этой ЦРБ уволили. Вот этот действующий врач Ильяс Энгеноев, по крайней мере на официальном аккаунте Гудерменской ЦРБ я нашел вот этого человека, это старые фотки, там очень старые у него публикации. Но из обращения этих врачей к своему главврачу, они обращаются к нему Ильяс. Я так понимаю, что до сих пор он несколько лет, видимо, уже возглавлял эту больницу. И вот по моим данным, его сняли с этой должности и на его место поставили бывшего министра здравоохранения Шахида Ахмадова. Вот вы видите его на фотографии. Но это пока не проверенные данные, не подтвержденные, это предварительно. Такая информация ко мне поступила. Что я хочу сказать, конечно, безмерный просто респект врачам Гудерменской ЦРБ. Вы показали нереальное мужество. Да, есть информация о том, что там кого-то из них забрали в РОВД, но вроде, опять-таки, по той информации, что я получил, уже отпустили. Как бы там ни было, то, что вы сделали, это было очень смело и это дало результат. Вы молодцы. И вот я хочу сказать Кадырову, то, что вот сейчас происходит с другими сферами, с таксистами, со всеми, полностью, с народом в целом, то, что ты сегодня делаешь с народом. Это тот момент, когда вот то, что произошло с этими врачами, это просто уже накипело. Люди просто уже не выдержали. Это был крик души такой. От отчаяния уже люди вышли. И вот вы можете себе представить, наверное, самым таким кошмарным сном Кадырова, ну, таким кошмаром, который он видит, наверняка, просыпается в холодном поту ночью. Это вот когда во сне ему представляется, что весь народ таксисты, просто работники каких-нибудь там служб, которых сегодня держат дома или с которыми выступают несправедливо, врачи там. И все-все-все люди, бедные люди, те, кого лишили возможности работать, и при этом, когда они просят помощи, говорят, продай там свою машину, продай свой айфон, купи себе еду. Вот представляете, он, наверное, видит во сне, как все эти люди в один момент вышли на забастовку. И, видя эту картину, он, наверное, просыпается в холодном поту, и потом его супруга там или наложница, кто там у него, кто с ним окажется в эту ночь, она, наверное, его успокаивает, говорят, что нет, нет, успокойся, Рамзан, это был всего лишь кошмарный сон, никто не вышел, все нормально. И вот, наверное, когда ему сегодня сказали, что врачи Гудермесской ЦРБ подняли забастовку, у него наверняка был такой шок легкий. Я хочу сказать Кадырову, что ты знаешь, когда затягиваешь резьбу, какой бы мощной ни была эта резьба, если ее сильно затягивать, в один момент она сорвется, она срывается, как правило. В любом, нет ни одной такой резьбы, которая бы устояла перед мощным давлением, перед нагрузкой сильной. И вот, возможно, настал уже тот момент, когда ты достиг предела, предела вот этой затягивания, этой резьбы. Остановись. Это для тебя был сигнал. Вот эти врачи, которые вышли на забастовку, это был очень мощный сигнал. Остановись уже. Возможно, сейчас пришло то время, когда пора ослабить эту нагрузку, это давление на людей. Дай людям дышать. Дай людям немножко расслабиться от этого гнета. Иначе реально уже у людей не выдержат нервы. Сейчас вышли врачи, возможно, завтра выйдут все. И тогда ты столкнешься с очень серьезной проблемой, когда тебе нужно будет применять оружие против людей. Вы, конечно же, сначала постараетесь наказать зачинщиков. Но когда это не даст результатов, то вам придется убивать людей. И это очень плохо кончится. Причем, скорее всего, и для вас тоже. Поэтому уже остановись, расслабь немножко этот прессинг. Дай людям немножко дышать. Дай людям жить спокойно. Пионеро. В ЦРБ ничего такого не случилось. Там просто врачам нормально не объяснили ситуацию. Защитные халаты, маски, там все есть. Мой брат там работает, по его словам, они всем там обеспечены. И все вопросы решены, и все норм. Я так и думал, в принципе. Я так и предполагал. Что они просто неправильно поняли. Все вместе эти врачи просто неправильно поняли информацию. И за то, что эту информацию просто неправильно до них донес, наверное, вот этот главврач этой ЦРБ. Его, наверное, поэтому и уволили. Все так и было. Мы в этом не сомневались. Но все же то, что я говорил про эту резьбу, все равно подумайте об этом. В том числе, в других регионах России и в Европе врачи сейчас тоже бастуют. Твои слова, что забастовка в Чечне – это угроза смерти, слишком громкие слова. Мне кажется, что ты перегибаешь палку. Но тебе кажется, это были ключевые слова в твоем сообщении, Борз Алирой. Тебе кажется. Я еще раз повторяю. Выйти на забастовку в Чечне – это рискнуть своей жизнью. Поэтому здесь просто огромный респект. Фокс Малдор. Я сам врач. Работаю в первой ГКБ. И поверьте, у нас ситуация одна из лучших по стране. Телер Энхетанбу. Все, у нас пошли эти сообщения. Правильные сообщения от нужных людей. В том, что касательно ситуации в больнице. Больница еще ни одного больного не приняла. Больницу подготавливают на всякий случай. Все, что творится на видео, честно говоря, выяснение отношений работников. Лекарств и средств защиты – все достаточно. Сегодня к ним лично Даудов приезжал и разобрался во всем. Я же говорю, пошли сообщения крохоботов. Когда нужно теперь создать совершенно иную картину. Тем не менее, вы должны понимать, что весь персонал ЦРБ не может неправильно понять. Неправильно поняли бы два человека, три человека. Ладно, пять человек неправильно поняли. И им и то их коллеги бы объяснили. Но когда весь персонал уходит и предъявляет претензии, и потом еще увольняют главврача, понятно, что... Знаете, от того, что вы будете писать вот эти комментарии, в целом люди все знают. Люди знают. Поймите это. То, что вы пишете эти комментарии, это никак не меняет положение. Мысли людей это не меняет. Там такие голосовые сообщения. Я просто... Слишком много времени у нас уйдет, если мы будем это слушать. Там были такие грозные просто голосовые сообщения этих людей, когда они от отчаяния уже просто проклинали эту власть. Это медики, медработники. А вы сидите где-то там в каком-то своем министерстве по делам молодежи, или ты студент вуза и являешься активистом какого-нибудь патриотического клуба Путин, и тебе только что скинули в группу сообщение, что срочно пишем комментарии в эфир Тумсо, что все нормально, там просто неправильно поняли. И вы сейчас идите и вот это вот отрабатываете. Ну а то, что вы это делаете, у этих врачей, у которых реальные проблемы, у них есть родственники, у каждого из них есть семьи, у этих родственников есть друзья и другие родственники. И эта информация, она все равно расходится. Все равно об этом все знают. Вы не сможете скрыть этой правды. И эта ваша работа, она тщетна. Главврачу тоже особо делать нечего, но мог на свои пару сотен тысяч купить им защиту, поэтому и уволили. А про штрафстоянки ты прав, абсурд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok